друзья всем привет с вами снова я меня зовут андрей это канал блогаков play мы продолжаем возможно я даже не знаю по таймингам заканчиваем лесного оленя но это не факт вот поэтому я уже зашел загрузил поехали читаем арсенович арсенович давид арсенович арсе я закашлялся после криков горло ссоднило то уверен что нет никаких следов уверен если и были то все зато затоптано слишком много зверей здесь ходила он был как будто в трансе медленно ходил от дерева к дереву подбирал какие-то иголки не похоже было что он вообще что-то делал арсенович вероника всхлипнула было понятно что деда мы больше не увидим лес свою добычу не отпускает единственное на моей памяти кто мог провести несколько ночей в чаще и вернуться живым был у юра арсенович опыт у него большой а вот сил похоже не хватило иногда люди не возвращались из леса тогда все шли искать кричали пытались идти по следам только никого никогда не находили смысл был не в этом это как в этом блять про детей тоже пролез одно ваще одно и то же поиски были прощанием способом показать лесу что у него не получится забрать одного из нас просто так я не раз проходил через такое но только сейчас понял насколько это больно арсенович во мне кажется него найдут но почему когда олень уже так близко почему арсенович зачем ты пошел за юрой он-то вернулся целые невредимые а ты ты же не хотел умирать в этой дыре изо всех сил я стукнул кулаком по дереву кора острыми краями и сцарапал кожу вот только жгучие боли я почти не чувствовал внутри закипала злоба слышь юра я развернулся сжимая и разжимая покрасневший кулак как-то мог его бросить это ты меня обвиняешь сейчас да как-то странно получается то ушел в лес и вернулся арсенович пошел за тобой и погиб поэтому на нас уже смотрит злобно не думаешь что это несправедливо юра побледнел так что шрам на его лице показались мы слишком темными почти черными за языком следи он был и моим другом тоже тогда почему ты его стал почему не дал нам попробовать его спасти потому что ты бы не выжил ночью в лесу к ты и сам это понимаешь но все равно говоришь так будто я своими руками отправил деда на смерть давай чего стесняешься скажи так чтобы никого слышал скажешь что я убийца его голос сорвался на последнем слове юра весь мокрый от пота смотрел на место кой злобы что мне захотелось его ударить дело не в тебе урод арсенович погиб вот именно погиб а ты ищешь виноватых и как все интересно получается чуть что сразу юра всю последнюю неделю ты только и делаешь что обвиняешь меня чем-то на то есть причины козел да вы бы все сдохли без меня ну вот уж пошли я охочусь ставлю капканы еще места где ходил олень все это я а ты чем занят целыми днями сидишь на коленках у ники разглагольствуешь как хорошо будет светлым завтра прежде чем командовать и лезь ко мне с собой разберись он прав ты охренел я хожу в лес не меньше тебя помогая по дому собрал вас всех я в конце концов так так что не смей меня затыкать юра выпрямился и сжал кулаки ты пешком под стол ходил а я уже мог выследить любого зверя в лесу без меня у тебя нет ни единого шанса найти этого сраного оленя без тебя арсенов все еще бы был жив ника с размаху залепил мне по щечину я торопел не до конца понимая что сейчас произошло юра хотел было сказать что-то еще но одного взгляда моей жены хватило чтобы он заткнулся хватит иди домой вам явно не надо видеть друг друга сейчас он тебя не заслуживает ника тут же вцепилась мою руку очень хотелось дать юри в морду но что мне врываться мы молча смотрели как он идет в сторону хижина шурша опавшей листвой пойдем только сейчас до меня дошло она ударила меня куда дальше искать кручу тебе нужно успокоиться она мягко потянула меня за руку и позвала себя позволила себя уйти сил у меня почти не осталось гулькаешь наорался без бестолку я задрал голову и смотрел как колышется верхушки сосен на ветру казалось что лес купивался нашим отчаянием злорадно скрипел и щелкал смеясь над нами он пожирал все светло солнце наши мечты наши жизни не оставлял никакого выхода даже ника не смогла устоять все остановилось хуже с каждой секундой олень надо поймать его ради арсеновича мы поставим еще больше ловушек будем ходить в лес чаще придется договориться с юрой но ради светлого завтра даже этот козел будет работать почему козел то блять ветка царапнул меня по лицу и я вернулся с небес на землю мы почти пришли вон я уже вижу просвет давай лучше домой из-за этого ручья все случилось если бы арсенович не поспорил с юрой из-за воды ничего бы не было мы все еще были бы вместе сначала остынь потом пойдем обратно цвет ударил в глаза я зажмурился это место было слишком ярким неестественно раньше мне так не казалось волшебная вода смывала все подозрения лесу еловые лапы не пропускает свет а на полянках густой туман закрывал собой все здесь же было чисто посреди мрачных деревьев ручей был ярким огнем для доверчивых светлячков вероника мягко усадила меня на землю машинальное я провел рукой по траве мягкой и нежный почему я не замечал раньше насколько здесь все не так нам надо поговорить мы разводимся ты ударила меня мне не доставил это никакого удовольствия ручей был таким громким громче всего на свете если ты думаешь что я встал на сторону юры или что-то вроде того нет я знаю что это не так тебя не занесло то что ты говорил ужасно я промолчал было срок сложно сосредоточиться на ее словах журчание воды сильно отвлекал хотелось попить да миша а надо что-то делать все разваливается у нас на глазах мы уже пробовали пробовали совсем недавно ты уже забыл она поджала губы с тех пор как мы поженились все стало только хуже свадьба это не выход здесь ничего не получится только светлым завтра у нас есть будущее ничего не выходит потому что ты не прикладываешь никаких усилий только и думаешь что об олене даже сейчас когда давид арсенович уголках и у вас сверкнули слезы и ник отвернулся я медленно наклонился к ней мне тоже очень больно но даже в такие моменты я не могу не думать о нас а тебе я должен сделать так чтобы тебе не как ничего не угрожало чтобы эта трагедия не повторилась она вздрогнула твои родители были счастливы что за вопрос просто скажи я хочу знать ну думаю да папа мама очень любил цветы приносил а она улыбалась так когда он из леса возвращался тепло тепло правда мама много плакал очень боялась что отец однажды не вернется а когда это случилось она и улыбаться перестала как будто опустела ходила по дому как привидение я сглотнул подступивший ком эту часть своей жизни я старался не вспоминать я тогда я решил что хочу найти оленя чтобы так не жить и чтобы мои дети так не жили но они были сейчас они были счастливы пусть недолго но у них получилось ты к чему уклонишь мы должны остановиться нам не стоит ловить оленя ты что не слышал что только что сказал слышала и прекрасно тебя понимаю но так нельзя мы все погибнем из-за этого из-за этой погони по погоне за будущим лес тебе это уже показал и что теперь ждаться да я скорее спалю наш дом с собой внутри чем позволю лесу победить вероника встала и как-то странно на меня посмотрела а потом развернулась зашагала к ручью ты куда она зашла в воду вздрогнула когда и ледяной поток коснулся ее кожи сделал шаг другой и вдруг споткнулась и упала в ручей не к ты в порядке ибо и бахнулись что ли совсем красивая картинка ну-ка вот это вот это да она поднялась вытирая лицо и развернулась ко мне от одного вида ее лица я замер у нее было столько боли и отчаяния что мне стало плохо пожалуйста останься со мной милая не собираюсь уходить нет тоже слишком далеко убежал за этим проклятым оленем она взялась за тяжелый от воды подол платье и подняла его я увидел бледную кожу всю покрытую мурашками сердце застучало быстрее в голове зашумела нам ведь было так хорошо помнишь как мы днями могли не выходить из дома просто наслаждаясь друг другом остальным тогда приходилось силой тащить тебя в лес разве ты не хочешь вернуться в те времена и у голос был полночаяния ника дрожала не то от холода не то от слез конечно я сделал шаг вперед и остановился у самой кромки ручья мы можем вернуть все как было вернемся в деревню и все снова пойдет по старому нам не нужно ждать светлого завтра чтобы быть счастливыми да в лесу темно и опасно но тут есть хоть что-то а олень вообще может не существовать здравая мысль я вошел в ручей ботинки тут же заполнились водой а холод обжег разгоряченное тело ее голос сорвался она зашептала а устала бежать давай становимся хотел семью она у нас есть ребенок хочет сделаем это прямо сейчас здесь отморозь что-нибудь мы можем прожить хорошую жизнь только пожалуйста пожалуйста не надо больше ловить оленя я подошел почти вплотную ника дышала часто часто и мелко дрожала от холода она протянула руку коснулась ледяными пальцами моей груди я в ответ он приобнял ее за плечи я понимаю тебе страшно мне тоже лес забрал дорогого нам человека как может быть иначе не пойми как раз сейчас останавливаться нельзя но пойми иначе все это будет напрасно миша она вдруг пошатнулась вода я тут же подхватил нику на руки стресс долгие поиски 10 действия руча совсем ее измотали нет сил никуда идти сейчас мило сейчас отнесу тебя домой глупый какой-то поступок огромное дерево последние пристанище арсеновича раскинула передо мной свои колючие лапы темные зуморудные хвои скрывалось множество разноцветных ленточек успевших слегка потускнеть за эту неделю 2 совсем недавно под этой еле мы с некой поклонялись друг другу вечный пока поклялись вечной любви а теперь здесь же хороним нашего друга не тело вы нашли личу почему лес так несправедлив или жесток почему забирать лучших почему не меня или юру как думаешь куда люди попадают после смерти она не ответил лишь покрепче сжал в руках доску для нардов единственное что у нас осталось от арсеновича а ну понятно интересно где он сейчас встретился леса своей тони на небесах прошу ли ему на том свете скорее всего хорошо везде лучше чем в лесу я закончил а он прислонил лопату к стволу ели и смахнул под со лба я просто не мог заставить себя посмотреть вниз на могилку в которую нет нет не могу до сих пор не верится что арсенович мертв идите сюда хотелось оттянуть этот момент не подходить ближе ноги отказывались слушаться арсенович горло неприятно защипала я до боли закусил губу чтобы сдержать слезы ты был хорошим человеком вероника дрожащими руками положила доску в центр я ямки бережно словно боялась что она развалится в душе что-то сорвалось и ухнула в бездну в голове крутилась лишь одна мысль арсенович больше нет давид это все я виноват он упал на колени не сводя глаз доски если бы не я ты бы не сунулся в этот проклятый лес был бы сейчас жив прости меня мы с некой последовали его примеру склонились над могилкой вообще такой на самом деле трогательный момент если вообще вчитываться и слушаться в данный сюжет есть моменты спорные но вот здесь да действительно их как бы раскрыли ну может быть не совсем полностью до конца но вот за это какая 4 5 серия за эти серии их все-таки показали как персонажи и кто есть кто по сути да не до конца но тем не менее нет сейчас я здесь нет такого что сохранить до нет такого момента как во многих играх последнее время вот у нас есть персонажи на грубо говоря играешь 10 минут кто-то умер и пытается выдавить вот этот вот тяжелый момент а ты даже не прочувствовался не пропитался не понял что за персонажи тебя уже типа заставляют им сочувствовать здесь есть этот момент и он неплохо сделал юра никого и ничего не замечая нервно покусывал губы я тебе не часто это говорил но ты мне был как батя родной если бы не ты чтобы со мной стало хороший это был мужик арсенов жалда жаль до светлого завтра не дожил его глаза влажно заблестели а голос дрогнул ты заслуживал чего-то большего чем лес а действий сейчас в лучшем месте покойся с миром человечище юра не выдержал и отвел взгляд с его щек скатились слезы он метнулся в сторону ща поддержки прямо в объятиях вероники с ее плеча раздавались приглушенные схлепы юры и на секунду я будто снова вернулся в реальность реальность где юра ведет себя как скотина почему он позволяет себе так прижиматься к моей жене почему позволяет себе это сейчас когда мы провожаем друга в последний путь может быть утепля в башке все перепуталась голове пронеслись слова покойного о том что от воды злятся без повода я глубоко вздохнув пускай в конце концов юра тоже человек человек убитый горем я протянул руку осторожно дотронулся до гладкой поверхности доски арсенович жаль ты не дотянул до дня когда мы поймаем оленя ты заслужил место светлым завтра больше чем мы все мы губы предательски задрожали я не мог сказать больше ни слова давид арсенович она не сдерживала своих слез ее голос дрожала это и дело срывался вы столько всего для нас сделали нам очень повезло с вами упокойтесь миром мы молча смотрели на доску для нардов изредка тушили изредка тишину прерывал чей-то всхлип сколько мы так сидим минуту десять час все прекрасно все прекрасно знали что должно быть дальше но никто не решался встать и завершить дело юра несколько раз поднимался брал было в руки лопату но тут же отбрасывал в сторону мешаем я не могу давай ты как будто я мог закопать последнее что у нас осталось от арсеновича каждая клеточка моего тела отказывалась подчиняться когда я тянулся к черенку лопаты время шло невыносимо медленно но я просто не мог себя заставить давай вместе юра кивнул и мы принялись бросать землю в могилу горсть за горстью арсеновича больше нет это все о чем мог я думать нико зажмурилась отвернул чтобы не видеть как арсенович отправляется в последний путь и и джек зами и час и джек с я подошел вплотную к моя могучий ели и положил руку на ее ствол береги его он был хорошим человеком не говоря больше ни слова мы пошли прочь оставляя и джек с шелестеть хвои с сплетенной в нее выцветвшими ленточками знаешь ощущение такое что никто из них не доживет до следствия дождаться до следа до светлого завтра хежина была пустой и неуютной как будто мы не как никогда тут и не жили а только пришли сюда только на столе блестела одинокая бутылка что это это я достал юра вытер рукавом лицо я спрятал в подвале за лопатой на ней еще записка была открыть светлым завтра ну вот я и решил что он шмыгнул носом и отвернулся все правильно не вероника полезла в шкаф взякнуло стекло и на столе появилось три рюмки их тоже когда-то принес с собой арсеныч я тогда еще посмеялся думал что пить нам будет некогда она вон как вышло как надо не чокаясь жидкость обожгла горло наверное арсеныч хотел достать эту бутылку как только мы попали светлое завтра он обязательно бы сказал какой-нибудь красивый тос вспомнил бы много хорошего про каждого из нас глаза защипал от слез да как так то может надо что-то сказать вы сказали все сказали уже он мрачно уставился на нервную поверху неровную поверхность стала про арсеныч можно часами рассказывать столько хорошего он сделал за свою жизнь боролся с лесом до самого конца и вот он почти успел почти увидел светлое завтра юра вдруг посмотрел на меня мы же не сдадимся после всего этому мы ведь продолжим до чтобы арсеныч он сглотнул не погиб просто так я бросил взгляд на веронику но она сидела молча почти сжалась в комок после как того как мы пришли из леса она почти не говорила со мной конечно олень будет нашим юра кивнул и опустошив еще одну рюмку мешаем послушай меня он бросил взгляд на оберег который так и стоял на полке у двери никто не решился его убрать или хотя бы почистить я знаю у нас с тобой последнее время не лается но после всего что случилось юр не начинай знаю я что меня бывает заносит и с вероникой я тогда перегнул все-таки жена твоя я вообще не должен лезть он тяжело вдохнул лес он все хорошее из нас выедает я так устал так устал мы ведь даже солнце никогда по-настоящему не видели только слышали что она есть и все это давит и давит давит и давит еще одна рюмка опустела теперь когда арсеныча нет наши споры они в общем ты прости меня за все конечно юр конечно бутылка кончилась быстро тишину нарушил только тиканье часов часов арсеныча это тиканье капало на мозге каждый щелчок напоминал что мы облажались каждый щелчок что я облажался и теперь ничего не исправить арсеныча больше не вернуть ладно я пойду давай мешать давай а куда пошел идет больше не было сил с каждой секундой становилось все хуже после ручья алкоголь тянул спать а голова становился тяжелее и я едва успел добраться до кровати и сразу провалился в темноту юг ты солнце ну здравствуй миша арсеныч ты как мы же тебя вот только что поминали и правильно я же умер как из-за тебя умер миша за окном кто-то зарычал так что стекла задрожали зачем же ты меня отпустил одного знал же что я не вернусь когда такие старики как я возвращались кто-то заскрубся в дверь надо держать ее или он ворвется внутрь я не мог пошевелиться взгляд давида приковал меня к месту теперь я мертв а ты живой остался с вероникой в теплом доме думаешь справедливо арсеныч я да знаешь что тебе надо сделать пойти в лес и сдохнуть 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 дверь распахнулась и кромешная чернота ворвалась в комнату арсенов закричал когда черные когти схватили нас дальше не было ничего только темнота следующая неделя показалось месяцем время выпустивший хижине темно смысле опустевший в уже там еще трое человек оттянулась как смола и это было невыносимо каждый раз когда я возвращался домой я ожидал услышать скрипучий голос арсеныча и только потом вспомнил что случилось вероника пыталась поддерживать привычный быт но что она могла сделать наша жизнь летела в глубокую бездонную пропасть юра я почти не видел он уходил рано утром а возвращался перед наступлением темноты я был даже рад мы вроде как помирились но все равно осталась какая-то недосказанность сил только разобраться с этим пока не было никаких осопила рядом со мной аккуратно чтобы не разбудить ее я встал и вышел из спальни надо заняться делами а куда идти к оврагу в этом мало смысла туда так никто и не попал туда так никто и не попался посмотреть на обычном маршруте можно конечно но там есть шанс наткнуться на юру а этого я сейчас не хочу ручей там ведь ходила лень до ручей звучит как хорошая идея но далеко у меня будет полно времени чтобы подумать обо всем например о том что делать дальше пока олень не давала себе знать а юра приносил все меньше и меньше мяса до втроем мы сможем продержаться дольше но запаса рано или поздно кончится нужно найти его быстрее миш она стояла в дверном проеме и терла глаза ты чего так рано встал доброе утро пойду в лес сегодня пораньше хочу дойти до ручья поискать следы может останешься сегодня милая не могу ты сама знаешь как обстоят дела надо найти оленя как можно быстрее ясно значит теперь ты еще больше времени будешь проводить лесу она на секунду зажмурилась у ручья не так много живности знаешь не понимаю к чему у нас заканчивается еда я в курсе так может обойдешь капкана в другом месте где есть шанс найти хоть что-то или пойдешь на запад соберешь грибы юра не справляется в одиночку и начинаем уже сто раз это обсуждали в светлом завтра у нас не будет таких проблем я знаю но нам надо что-то есть в темном сегодня правильно она говорит даже если нам придется немного поголодать лучше искать оленя с едой разберемся потом но смысле вам надо есть вероника не ответил ничего только прожгла меня взглядом я только махнул рукой сейчас есть что-то объяснять бесполезно наш гг меня раздражает я буду блин сохраняться так продолжаем а просто несколько частями запишу весь страх перед лесом куда-то испарился осталось лишь желание найти этого чертова оленя и свалить отсюда стать наконец счастливым вместе с никой ника почему она не понимает как это важно что у нас будет целая вечность впереди вместе получше вместе получше что жить лесу невозможно неужели ей самой не страшно я я ведь для нас обоих стараюсь не хочу чтобы мы пошли на корм тварям следом за арсеначем ну где же ты уже почти дошел до ручья но так ничего и не заметил ни самого оленя ни следов от копыт не поломанных веток подходить близко к ручью тоже не хотелось слишком уж велик был соблазн снова попробовать проклятую воду может стоит поискать следы где-то неподалеку от ручья полянка я хлопнул себя по лбу как я сразу не додумался ноги сами донесли меня до калиновых кустов я прислушался прямо за ними раздался тихий шорок неужели олень вернулся осторожно чтобы не спугнуть свой билет светлое завтра я раздвинул ветки оглянулся проклятие опять с урок шуршал не олень прямо посреди полянки увлеченно что-то грыз угольный черный зверек мерзость подул ветерок я почувствовал слабый запах специй неприятное тревожное чувство нарастал внутри специй я подобрал земли палку и зашагал навстречу тваре прямо через кусты она пошла пошла кому говорю недовольно пискнув тварь скрылась чаще я наклонился ткнул пожеванное мясо палкой оно что вяленое откуда здесь вяленое черт я развернулся побежал домой в округе кроме нас не души значит это мясо из нашего подвала и даже не сомневаюсь что это юра кормит зверей леса больше некому зачем он это делает ему что жить надоело из-за этого козла твари могут быть где угодно страх вместе с яростью на наполнил меня наполнял меня с каждым шагом хижина лишь бы успеть лишь бы успеть лишь бы успеть все внутри заклокотала когда я услышал голоса за дверью этот урод вернулся и сейчас наедине с моей женой она отойдет не и ты чего отойди я сказал миша что ты не знаешь что он сделал надо на долю секунду юра изменился в лице его самообладание можно было только позавидовать он медленно подошел ко мне и что же я сделал будешь дальше дура дурачка строит ты хоть представляешь что я увидел в лесу понятия не имею юра говорил очень спокойно его руки шарили вокруг как будто искали что-то что-то чем можно защититься тварь почти рядом с домом жрет мясо из наших запасов хочешь сказать она как-то пробралась хижину не переживай я повешу замок хватит врать ты носишь им еду нашу еду юра не шелохнулся но мне не нужно было его признание я все думал что им понадобилось так далеко от чаще что заставило их пересечь границу дойти почти до нашего дома почему тот медведь вообще смог найти хижину а все оказывается просто и откнул пальцы юри в грудь ты их привел и что да даже слова мне сказать не дашь я покачал головой не дам понятно я то думал что мы друзья что ты хотя бы объяснение мои выслушаешь какие мы друзья ты лишь к моей жене это воруешь у нас для за тебя только из этих погибал бы мог там съездил из-за тебя погиб арсенович что-то тяжелое на скорости врезалась в мою скулу кровь закипела я наотмашь ударил юру в ответ да хака он по шатнулся и уперся спиной в стол я не дал ему прийти в себя и ударил еще и еще еще юра сжался закрыл голову руками и она летела на него толкнул юра упал увлек стол за собой я совсем перестал соображать просто бил 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 юра взвыл и не глядя ударил ногой я охнул и согнулся пополам удар пришелся в живот юра получил короткую передышку вскочил и перебежал на другую сторону стола тяжело дыша мы уставились друг на друга я не знал что делать дальше хотел только ударить юру еще раз выместить всю злость убить тебя мало мразь остановитесь юра посмотрел на веронику и вдруг бросился к двери стой но юра уже бежал в сторону леса пара секунд и он скрылся среди деревьев вы совсем с ума сошли ника ошарашенно смотрела на распахнутую дверь весь лес хищно скалился через дверной проем словно приглашая погнаться за юрой и повторить судьбу арсеновича куда он побежал я силой захлопнул дверь в груди все еще клокотала ярость дружкам своим побежал туда ему и дорога что ты делаешь кидаешься на него с порога обвиняешь смерти давида арсеновича как тебе вообще совести хватает ты ты не понимаешь нику он подкармливает этих уродов я видел как они едят мясо из наших запасов это на если бы не они не он твари не могли бы подобраться к нам так близко я сел на диван и потёр виски мысли все никак не хотели собираться выйдя она сделал сделал специально чтобы они вернулись назад деревню перстали гоняться за оленьем сильно он тебя ударил а так пара синяков не больше некая скрылась в кухне и через пару секунд вручила мне тряпку смоченную холодной водой ох миша но почему ты всегда лезешь в драку не разобравшись что к чему он же хотел тебе что-то объяснить а ты его даже слушать не стал блин жалко мне юрца она расчарована выдохнула и села рядом мы не можем потерять еще и юру ты сам это понимаешь скатерть ему дорога я выругался сквозь зубы и приложил тряпку к скуле щеку обдало холодом он в последнее время вообще сам не свой ругался со всеми к тебе приставал а теперь еще и это не знаю правда зачем ему кормить тварей и так рисковать юра вряд ли бы стал делать это без всякой причины мы должны вернуть его ну вот еще я за ним не пойду хватит прекрати вести себя как ребенок ты сам перегнул палку а теперь уперся ника что ника ты ничего не захотел слушать обвинил человеку и ударил его ладно прости меня пойдем его искать пока не стемнело он не должен был уйти далеко я думаю что не найдут уже труп его юра юра лес эхом повторял наши крики но никто не отзывался юра вернись ничего лишь ветер гулял меж елей и сосен пираника поджала губы с ним все будет хорошо да конечно юра же охотник помнишь он бывало в лесу ночевал и возвращался целехеньким к тому же стемнеет и еще не скоро переброю перебесится и вера перебесится вернется к закату вот увидишь юра не вернулся к закату не вернулся он и через день прошла целая неделя но мы с некой не теряли надежды на его возвращение каждый вечер мы выходили на крыльцо и вглядывались в лесную чащу а вдруг он где-то там вдруг ему нужна помощь может зайдем поглубже вряд ли стоит уже целая неделя прошла никто столько в лесу не протянет ебать а зачем чем мы займемся сегодня и я никогда не думал что в лесу можно задаваться таким вопросом ника запретила меня заходить далеко в лес а я не хотел с ней ругаться все что оставалось проверять капкана у дома собирать грибы и ягоды еды было немного но ее хватало ника повеселела не а юр поймал олени и он уже в светлом завтра вот и все ника повеселела и казалось было счастлива она старалась старалась работала не покладая руку чтобы нам было хорошо а я словом ничего не чувствовал не было больше не нардов по вечерам не песен под гитару пару раз я пытался настроить ее и что-то сыграть но ничего не получилось я так больше не могу что мы ведь здесь чтобы поймать оленя я не могу больше сидеть дома мы должны хотя бы попытаться его поймать ради арсеновича ради юра ради нас в конце концов это невозможно сделать вдвоем мы не справимся а ты что предлагаешь сидеть четырех стенах и притворяться что мы счастливы притворяться значит так ты это видишь да потому что нельзя жить по-человечески в этой дыре нельзя оставаться оставаться вот на одном месте если уж мы таки погибнем здесь то лучше умереть с надеждой чем без нее вероника села рядом и вздохнула ты правда этого хочешь встретившись взглядом со мной она немного помялась ну хорошо сходи завтра в лес только можешь мне кое-что пообещать и я приобнял нику за плечи и поцеловал в лоб все что угодно если ты завтра не встретишь оленя обещай мне что больше не будешь пытаться она опустила голову старательно разглядывая причудливые узоры древесина на столе ну может быть кстати финал мы с тобой так в смертельной опасности с самого рождения не надо усугублять в конце концов пока мы есть друг у друга все не так плохо впервые в жизни в голове у меня появилась простая и приятная мысль совратники она в последнее время совсем не соображает говорит слишком много глупостей если я скажу что она хочет услышать ничего плохого не случится хорошо я согласен я встал из-за стола ты что прямо сейчас хочешь идти конечно нет мне пока дорогам дорога моя жизнь я спать набираться сил перед походом она вял махнула рукой хорошо я пока еще тут посижу сладких снов покойной ночи но юрец жив вот юрец точно жив ты точно уверен что стоит идти я проверял содержимое походной сумки так складной ножик аркан постой она быстро зашагал в сторону кухни через минуту в моей сумке лежал небольшой сверток ты забыл взять еды спасибо я обнял жену но она как будто этого даже не заметила ника нервно теребила прядь волос и то и дело отводила взгляд тебе стоит остаться что если она замялась она и к лучшему и сама прикинь его наш гг помрет и все и сам не решился проговорить слух все что творилось в моей голове то если твари больше не бояться света что если они уже поджидают у порога что если я все же поймаю оленя что если я не доведу его до дома и и он сбежит не продолжай мне пора возвращайся целым и невредимым я буду тебя ждать обязательно я поцеловал ее и переступил порог хижины впереди сплошной колючей стеной стоял лес где-то там среди деревьев гуляет мой билет светлое завтра нужно всего лишь найти его звучит не так уж и сложно ладно пора папа когда ты говорил что если долго смотреть своим страхом в лицо со временем перестаешь бояться интересно было ли ему страшно когда лес забрал его боялся ли он когда заходил глубже в чащу меня и самого раньше мутило от лесной духоты и мрака а сейчас я шел по тропинке и чувствовал чувствовал хруст сухих веток под ногами чувствовал как хвойники колется чувствовал что олень где-то совсем рядом больше всего он у него все кукуха поехал больше всего я хотел чтобы он просто вышел ко мне и забрал подальше отсюда жена сколько вообще дорогих тебе людей надо потерять чтобы наконец обрести счастье я а а заслужил ли я место в светлом завтра все это время я жил только надеждой на будущее и совсем позабыл о настоящем глупо забывать о веронике ссориться с друзьями и при этом думать что потом все наладится ника была права какая разница где нам быть вместе бабушка постоянно приговаривал с милом о рай и в шалаше что если я могу быть счастлив с женой и здесь в хижине посреди леса зачем тогда сейчас брожу в полумраке ищу оленя надо уметь вовремя остановиться я должен попасть светлое завтра раздвоение сдаться идти вперед вернуться домой никогда нельзя опускать руки хватит голова разрывалась от мысли я гляделся ноги сами принесли меня вглубь леса овраг как огромный рот с гнилыми зубами колями выжидал удобного момента чтобы проглотить меня как я и думал на колях не было ни оленя не тварей никого привет мешать я вздрогнул и развернулся зам за моей спиной стоял юра как такое возможно он улыбался как ни в чем не бывало и тянул ко мне руку на его охотничьем костюме зелья огромные рваные дыры камуфляжная ткань была перепачкана землей и кровью мы думали ту умер как ты выжил здесь мешает не дури я же охотник забыл сложновато конечно но протянуть можно он сделал шаг мою сторону я отшатнулся юра наигранно вздохнул и поправил куртку а где дарат на куртке одна вода и спасает ты до сих пор ее пьешь он расхохотался подошел вплотную в этом лесу так просто слететь с катушек все кругом такое мрачное опасное судьбы все-таки попроще жить хоть и достать ее стало сложно он вздохнул я сделал шаг назад слишком близко к краю оврага представляешь эти уроды перестали пускать меня к ручью пришлось таскать им мясо чтобы успеть набрать воды миша юрец юрец я старался брать по чуть-чуть чтобы не объедать вас но потом юра резкнул пнул меня в голень я потерял равновесие и на долю секунду увидел мертвенно серое небо над собой вам я свалился на землю на дно оврага острые коли хищны торчали вокруг меня каким-то чудом я не напоролся ни на один ты что творишь урод юра заглянул в овраг его лицо было почти неразличима из-за тумана прости мишань понимаешь когда они съели деда чего мой голос дал петуху петуха юра видел как умирал арсенович я я не хотел откуда мне было знать что это он прячется в кустах вокруг бродили твари а всего лишь я всего лишь защищался ах ты гаденыш я чудом выжил может там и для деда помог не знаю а может они выбрали легкую добычу ты представить не можешь каково это было я бежал услышал как они раздирали его на части все тело ныло дрожащими руками я оперся на землю попытался встать и свалился обратно а потом твари перестая перестали есть мясо зажрались уроды человечину им подавай он сплюнул прямо в овраг арсенович их успокоил на какое-то время на сейчас кручу так просто не подобраться бля он реально это все из-за ручья вон посмотри как меня погрызли юра что ты делаешь помоги мне выбраться мы вместе найдем оленей больше не придется кормить этих тварей мы можем выбраться отсюда и жить счастливо слышишь нет олень это хрень собачья сколько мы за ним не гонялись почаще и что нашли до его просто выдумали чтобы не поехать крышей в этой дыре вода вот что реально это единственная способ стать счастливым здесь и сейчас он закашлялся долго и надсадно так что прости за что юрий юрий свист эхом прокатился почаще и стенам оврага в глубине чаще что-то сполошилась из зарычала не переживай мишань я позабочу позабочусь о веронике он еще раз взглянул на другую сторону врага и побежал прочь чаще затряслась заскрипела и завыла в голове одна единственная мысль закрыла собой юру и ужасную правду меня сейчас убьют разорвут на куски съедят я ухватился за выступающий корень подтянулся мышцы хором заныли ай больно слишком больно мелкие твари уже бежали по краю оврага выискивая как бы спуститься в темноте раздавалась утробное рычание зверей покрупнее еще раз схватился за корень уперся спиной в один из кольев потихоньку потихоньку главное не скользнуть раз и я подпрыгнул отталкиваясь от стенки оврага раз еще чуть выше твари фыркали и шипели за моей спиной ну же раз всего один прыжок я должен зацепиться за край или мне конец вдох выдох все внутри скрутило на секунду я был свободном полете твари позади завыли и начали прыгать в овраг грудью она летел на край тут же начал цепляться за все подряд пальцы оставляли борозды в рыхлой земле вырывая вырвали траву твари на дне а клацали зубами ждали что добыча сейчас свалится обратно казалось каждый мускул в моем теле сейчас разорвется вперед вперед но был ногу обожгло огнем вкусного одна из тварей впилась зубами в голень я с остервенением ударил ее не глядя и еще и еще тяжелый ботинок раз за разом врезался в череп но тварь держала крепко отцепись ты от меня существо похоже на харька не выдержала очередного удара взвыла и улетела обратно в темноту наконец я смог подтянуться и выбраться из оврага я тяжело дышал и смотрел на сборище красных глаз огоньков на другой стороне ну покажите нам хоть ногу осаднила но пока твари будут искать путь можно успеть чаще сотряс ужасный рев я замер холодок пробежал по спине огромная жирная тушь двигалась за деревьями и не сводил с меня взгляда медведь снова пришел за нами я развернулся и что есть сил рванул к дому нога вопила от боли с каждым шагом надо терпеть иначе не выжить быстрее быстрее оглушительный треск за спиной заставил у меня прибавить шагу не нужно было оборачиваться чтобы понять что там происходит медведь продирался сквозь коле снося все на своем пути от медведя в лесу нельзя убежать нельзя спрятаться он бежал с одной целью убить и спастись нельзя нет крепкого дома или и хитрых ловушек только лес деревья вокруг злорадно шептались тварь и что поменьше и побыстрее бежали почти наравне со мной трогать не смели боялись своего лужака смогут поживиться тем немногим что от меня останется справа мелькнул просвет ручей спасение пусть твари перешли границу пусть арсенович сказал что вода проклята это мой единственный шанс только бы ручей их задержал хотя бы на несколько секунд пожалуйста вода обожгла холодом открытую рану естественно у зубы от боли и упрямо продолжал шагать вперед твари основали в кустах пока не решались выйти на свет остановит ли медведя я пытался не думать об этом только я выбрался на другой берег как лес снова застонал ломясь под туши чудовище и вдруг когда медведь должен был выйти кручу все стихло я перестал дышать что он будет делать только не ходи сюда только не ходи сюда медведь оглушительно заревел я зажал уши и приготовился к смерти сейчас он выскочит и набросится на меня и шум стих и огромная туша понеслась куда-то вправо за ней побежали остальные твари черт похоже где-то там есть переправа привлеченные юрий твари нашли ее и смогли пересечь границу я стиснул зубы и заковылял в сторону хижина пока чудовища бегут сюда нужно разобраться с главной тварью и спасти веронику интересно быстрее быстрее я уже слышал голоса низкие хрики хриплый что-то быстро говорил а высокий плакал вот урод что он ей там наплел не к этим мы теперь вдвоем остались ты не волнуйся мы выживем еды надолго хватит а когда твари уйдут можем добраться до деревни миша как же так я не понимаю ты главное меня держись и все хорошо будет хорошо юра даже не дернулся только поднял руку в которой сжимал ружье что боишься не хочешь выйти разобраться по-мужски куда на улицу ты не слышишь ничего где-то лязгнули капкана раздался вой стены хижина задрожали мешай ты пол леса сюда привел куда же я с тобой пойду заткнись вероника что он тебе сказал что тебя разорвали твари вот как значит а про то что это он оставил меняем на съедение он сказать забыл я сделал шаг вперед но юра предостерегающий поднял ружье мишань давай не делал глупостей ситуации так сложная монстры я его жалел падлу острые когти скребли стены твари тыкались мордами в щели и окна пытались понять то происходит внутри ты толкнул меня во враг ты бросил меня умирать а ты выгнал меня в лес считай сделал то же самое а теперь мы все умрем твари не успокоиться пока не получит свою добычу ты не переживай я сжал кулак я все равно успею с тобой разобраться думаешь сможешь победить меня второй раз ружье уставилась мне в грудь прости миша я бы не хотел делать этого на глазах у вероники так что давай ты сам выйдешь из хижины пожертвуй собой ради жены миша не бойся все будет хорошо ружье не заряжено юра испуганно посмотрел на меня и вдруг вероника с размаху дала ему пощечину я тут же бросился вперед ногу пронзила резкая боль и я вскрикнул и полетел на пол увлекая юру за собой не глядя я ударил куда-то в плечо потом еще раз и еще юра взвыл и сил ударил у меня в переносицу в глазах потемнело а он не останавливался удары осыпались градом юра схватил меня за горло и силы ударила пол как же давно хотелось хорошенько тебя навалять его руки сжались сильнее все не затыкался об этом сраном олене лес куда не просят я в отчаянии замахну замахал кулаками носил оставалось немного я просто хочу быть сейчас юра обмяк и повалился в сторону за ним стояла вероника она сжимала в руках сковороду я ловертом воздух встал на четвереньки и пополз к юре тот тоже пытался подняться но я успел первым удар ее ромешком свалился на пол а ну пошли я схватил его за шиворот и потащил к двери стой не надо я упрямо шел вперед юра пытался сопротивляться носил у него не был и было еще меньше чем у меня нет пожалуйста миша я ногой открыл дверь лес ответил голодным ревом десятки красных глаз уставились на меня забирайте его из последних сил я швырнул юру вперед жестоко он покатился по по лестнице прямо в темноте миша помоги что-то схватила его и потащил в сторону леса темнота довольно заурчала спаси меня пожалуйста юра цеплялся за землю пытаясь вырваться но зверь не отпускал миша ника его крики вторил вой тварей он издал так сейчас 5 5 они ездили смотрели как медведь забирает свою добычу больше всего я хотел отвернуться но не мог тварь зарычала раздался жуткий хруст юра завопил и только теперь я смог пошевелиться я тут же захлопнул дверь за который медведь наконец добрался до своей добычи казалось мерзкое чавканье раздавалась отовсюду хотелось закрыть уши убежать подальше спрятаться что угодно лишь бы не слышать как за дверь умирает юра миша я перевел взгляд на жену она отрешенно смотрела на дверь в которой несколько мгновений назад ломились десятки тварей крики наконец тихли надо было взять ружье но и не мог заставить себя пошевелиться звериное ворчание за дверь установился тише и тише чудовище ушли почему маленькая резкая резная куколка смотрел на меня с полки руки сделались ватными так надо сохраниться что так вроде все сделал а это будет третья часть но записанную около часа уже вот если еще немножко осталось то будет одна серия чуть больше часа чтобы уже не затягивать уже пора с ней заканчивать руки сделались ватными я схватился за стул чтобы не упасть арсенович ты нас спас я рассмеялся он спас нас ника его амулет работает он как будто не услышал меня все пропало наоборот все только начинается жертва арсеновича не было напрасной мы сможем быть в лесу столько сколько захотим мы найдем оленя хватит замолчи как ты можешь юра арсенович да плевать мы должны идти вперед дай только передохнуть немного и рано утром нет почему ты такой нас осталось двое мы не сможем выжить конечно сможем с этим амулетом нет 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 она без сил опустилась на пол мы пришли сюда семьей мы были счастливы а теперь когда лес забрал половину из нас ты смеешься смеешься потому что это не важно олень почти у нас в руках мы попадем светлое завтра и там все наши страдания исчезнут она просто взглянул на меня и в хижине вдруг стало холодно ее глазах не было ничего как будто арсенович сделал еще одну деревянную куклу и подменил мою жену на нее мы не заслуживаем счастья лес очень хорошо это показал завтра я уйду попробую добраться до деревни почему я не понимаю потому что тупой валенок она не обратила на мои слова никакого внимания можешь пойти со мной думаю это наш последний шанс сделать что-то вместе но олень ты олень ника вдруг вскочила и быстро пошла к юриной спальне перед самым входом она замерла чтоб ты сдох со своим оленем дверь захлопнулась а я так и остался стоять чё ты ждал то конечно она это не всерьез все дело в нервах она не может отказаться от ветлого завтра она любит меня как говорится от любви до ненависти один шаг я проснулся за окном пеленой расстилался туман уже день сколько я старался встать пораньше все было без толку я повернул голову точно так как и вчера или позавчера или неделю назад все еще не верил что она бросила меня нику ушла и забрала с собой амулет и оказался заперз в хижине но в редкие тихие дни удавалось дойти до ближайших капканов пустых разумеется остальное время меня загоняли домой твари больших к счастью не попадалось хотя иногда я очень об этом жалел медведь прикончил бы меня быстро я даже не злился на нику за ее предательство я просто хотел чтобы она вернулась лес отсутствие еды чудовище все это можно было вытерпеть но без некий моя жизнь превращалась в пытки ник никому было меня поддержать никто не ждал меня дома и остался один в ловушке окруженные тварями каждый день был точной копии предыдущего оборвать петлю не хватало решимости до сегодняшнего дня вторые сутки во рту не было ни крошки еды 0 зато топлива хоть отбавляй это хорошо очень хорошо я разложил труд по всем по всем углам и зарубил на кусочки всю мебель разлил все что могло бы гореть развел камин и вышел на улицу пиздащие это уже все дом загорелся быстро лес ему сегодня помог убрал туман высушил землю насколько мог уж чему чему а страданием он всегда был рад я смотрел как пламя пожирает мое жилище уничтожает воспоминания хорошие и омерзительные темы старания пот и слезы превращались в ничто но мне не было грустно я ничего не чувствовал рухнула крыша в прошлом покончено теперь время будущего светлого завтра я развернулся и побрел в чаще ну чё найдет он оленя то или он погибнет и и увидит оленя лес больше не казался опасным он был никаким просто деревья мох и трава где-то в чаще все еще рыскали твари но мне было все равно я надеялся что одна из них меня сожрет и мне придется а и мне не придется прыгать в овраг на колью я сдался без лишнего пафоса и долгих раздумий просто смирился с тем что оленя никогда не найду это невозможно мы вчетвером пришли сюда чтобы погибнуть ничего больше четвером сейчас в этом уже в это уже не верилось слишком тихо тут для четверых хижине среди деревьев у ручья в лесу воцарилась оглушительная тишина и теперь когда ничего больше не отвлекала я смог все хорошенько обдумать куда бы унес нас олень если бы мы нашли его мы столько твердили про это светлое завтра что у нас ты только ты блять проект твердил даже не было времени подумать что это такое я всегда представлял это место а не место а мое будущее с вероникой его я мог бы построить здесь если бы все не испортил а там что там такой же бескрайний лес если там вообще хоть что-то ноги несли меня все глубже в чаще мимо сработавших капканов и порванных силков не было никаких ловушек не было никакого плана не было никакого будущего не было ничего был только ли туман расступился величаву покачивая короны на тропу вышел он прямо как во сне олень неотрывно смотрел на меня лесной царь знал через что я прошел и смеялся надо мной без злобы или жестокости просто веселился глядя на дурака и жалостью он предлагал мне выход впервые за столько времени у меня внутри появилась надежда я подошел к оленю бля ну это будет спойлер не я не возьму такой на прививку я подошел к оленю медленно как будто боялся его спугнуть зверь только фыркнул и наклонил рогатую голову в ожидании и осторожно протянул руку и положил ладонь ему на шею шкура вздымалась с каждым вдохом мышцы по ней нетерпеливо напрягались неуклюже болтая ногами я забрался оленю на спину и он пошел сначала медленно шаг за шагом а потом все быстрее и быстрее деревья слились в одну серую полосу цокот копыт звучал как музыка на моем лице расплылась улыбка стоил он блять олень вот такого он его из леса выявил или чё он его привел к хижине олень остановился и я в ужасе закричал сценарий андрей болотин ну это типа намек на то что вот 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 она и здесь было и здесь и был твой светлое завтра коррекции перевода ну будет какой-нибудь подыток нет все так и закончилось ну интересная история она оставляет я не буду тут распускать слюни на на самом деле она меня тронула не в том плане что она какая-то сентиментальная действительно очень неплохо выстроена раскрытие персонажей неплохо выстроена эта история на протяжении нескольких часов довольно таки интересное чтиво вряд ли его перечитаешь но посоветовать на раз а может быть даже и два чтобы вдуматься действительно до конца в сюжет можно мне понравилось не знаю как вам пишите в комментариях на этом мы заканчиваем плейлист игры будет в описании подписывайся на канал и на паблик в к делись видео своими друзьями ставь лайки оставляй комментарии до следующих прохождений друзья всем пока